Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у нас в магазине появилась новая рулетка. О чем ты бредишь, спросите вы. Да о том, ребят, что рулетки выложили, но выложили ее под видом набора. И почему я считаю это именно рулеткой, а не набором, в котором вы действительно что-то получаете. Все очень просто. Дело в том, что вы получаете за 17 долларов, а выгодно или невыгодно мы это сейчас посчитаем с вами, 2000 золота и мистический сертификат, который может выпасть вам из мистических контейнеров. Для тех, кто не знает, мистический сертификат дает вам 100% вероятность выпадения одной из множества, огромнейшего множества машин в этой игре, начиная от 5 уровня и заканчивая коллекционными и премиумными десятками. Хорошо это или плохо? Сложно сказать. Дело в том, что процент выпадения, допустим, девятки АМХ-30 прототип 1 составляет целых 4,17%. Действительно нормальная цифра. То же самое касается и КПЗ-70. При этом процент выпадения, допустим, десятого левела будет уже 1,4%. Ну а что касается многих других машин, то начиная от 0,4% и заканчивая до 1,04%. Короче говоря, процент выпадения абсолютно разный. Чем руководствовались разработчики, выставляя процент выпадения машин в том виде, в котором он есть, мне сложно ответить. Я затрудняюсь, в принципе, попытаться даже просчитать все это. Но давайте будем говорить откровенно. Почему это рулетка? Потому что вам выпадет машина однозначно. Вопрос в том, какая. И получается такая математика, что вы покупаете за 17 долларов себе мистик и 2000 голды. Сразу минусуем 2000 голды от 17 долларов, и пускай даже если вдруг вы будете хорошо и грамотно донатить, то вы по 1 доллару за 1000 отдадите или на какой-нибудь подписочке сэкономите. Короче говоря, 2 бакса давайте отминусуем. Остается 15 долларов. Что такое 15 долларов в нашей игре? Если даже неграмотно донатить, то получается в целом, ребят, вы можете взять себе 9000 золота, если вот просто брать вот эти предложения 3000 за 5 баксов. За 9000 золота вы реально и однозначно купите себе в магазине ту машину, которую вы хотите. Но я не знаю, допустим, хотите вы Акулу или Экшн Икса или еще кого-то. Короче говоря, ту машину, которую вы ждете на продаже. Здесь же вы можете вытащить кота в мешке. Вы его точно вытащите. В этом конкретном мешке он действительно есть. Но представьте себе, если за ваши 15 долларов вам выпадет, допустим, та же самая Су-85И, которая в любой момент может быть приобретена вами, отсюда из игрового магазина, за 2300 золотых монет. Не знаю, ребят, как вам, а мне кажется, что данное предложение является не сильно выгодным в отношении того, чтобы его покупать. Потому что шансы выпадения каких-то действительно классных, хороших, годных машин, они очень маленькие. И да, безусловно, будет неплохо, если, допустим, за ваших 15 долларов вам выпадет Т-22СР. Какая-никакая, все-таки десятка, которая играет со многими игроками и многие ею довольны. Хотя некоторые говорят, что не очень. Опять-таки, все субъективно. И то же самое касается Объекта 907. Короче говоря, если вам упадет оттуда десятка, окей, хорошо, 15 долларов вы, в принципе, потратили не зря. Но что делать, если упадет что-то другое? Я не против того, что эта игра является коммерческим проектом. Я ни в коем случае не говорю по поводу того, что Wargaming должен нам раздавать абсолютно все бесплатно. Но все-таки мне кажется, что Wargaming давно пора заняться вопросом политики формирования цен на те предметы, которые они пытаются продавать через магазин. Кого заинтересует за 17 долларов приобретать себе вот этот вот мистический сертификат? Я понимаю, если бы за 17 долларов нам предложили, допустим, вытащить себе случайную десятку. Да, там, или между девяткой, то есть девятки и десятки вложили бы сюда. Ну и, соответственно, убрали бы оттуда все пятерки, шестерки, семерки и восьмерки. Тогда за 17 долларов стоит рискнуть достать себе либо девятку, либо десятку. И если у вас есть совпадение по данным машинам, получить компенсацию голдой за коллекционные машины, ну и, соответственно, серебром за машины, которые являются премиумными. Здесь же вся компенсация идет в серебре. Поэтому особой выгодности я не вижу в случае, даже если вдруг вам очень сильно фартанет и вы вытащите себе ту машину, которая у вас уже была. Ну, допустим, у вас есть АМХ-30Б и вы его повторно достаете, то почему за коллекционную машину Wargaming предлагает вам компенсацию именно серебром, если вы эту машину можете продать за золото? В целом, можно, конечно, психануть и, открывая себе вот этот вот мистический сертификат, попродавать тупо все коллекционки у себя в ангаре и потом их назад вернуть, потому что бац и машина коллекционная не выпала. Но что делать мне, если, допустим, у меня тех же самых коллекционных машин, начиная от пятого уровня, на сегодняшний день 26? Ну, не продавать же мне все 26 транспортных средств для того, чтобы не переживать за то, что мне кто-то из них выпадет. Короче говоря, вот эта ситуация, мне кажется, не до конца доработана разработчиками, было бы неплохо, чтобы они на это обратили внимание. Как я уже сказал, я не против того, чтобы игра была коммерческим проектом. Разработчикам тоже необходимо иметь деньги для того, чтобы и игру дальше развивать, и налоги платить, и зарплаты. Это нормально, это естественно. Но политика формирования цен все-таки немножко, ребят, подхрамывает. И я надеюсь, что когда-нибудь она немножечко изменится и все-таки станет плюс-минус справедливой. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!